Здравствуйте, с вами правая полушария интроверта и я София Мардвинкина. Сегодня мы поговорим с вами о фильме, который имеет миллионную армию поклонников по всему миру, и это «Сумерки». В 2008 году мир увидел начало популярных серий романтических фэнтези-фильмов, снятых по книгам Стефани Майер. Она написала первый роман саги «Когда ей было 30 лет», и его идея пришла ей во сне. По словам Майер, ей приснился ослепительно красивый юноша-вампир, который признается девушке в лесу о том, как ему тяжело сдержаться и не убить ее. Эту сцену мы и увидели в самом первом фильме. После чего она записала несколько вариантов исхода событий, и через три месяца уже была готова первая книга. Всем сразу понравился нестандартный сюжет с романтической линией и долей мистицизма. В первых же минут мы погружаемся в жизнь Беллы и наблюдаем развитие ее отношений с Эдвардом и Джейкобом. На первый взгляд это романтическая история о девушке, в которую влюблены два парня, и она никак не может сделать свой выбор. Но если присмотреться, то отношения между этими тремя совсем не кажутся такими милыми и здоровыми. На самом деле это история про созависимые абьюзивные отношения внутри треугольника Карпмана. Для начала выясним, что это такое. Теория транзактного анализа Карпмана говорит о людях, которые находятся в деструктивных, зависимых отношениях друг от друга. Основные роли это жертва, спасатель и преследователь. Главные черты характера жертвы – это безответственность, нежелание принимать решения в своей жизни и не способных к самостоятельности. Спасатель обладает не самыми явными чертами, поэтому их часто тяжело распознать, так как спасатель не спасает, как бы странно это ни звучало, ведь чаще всего они имеют скрытые мотивы. Агрессору или преследователю свойственно стремление доминировать над другими, при этом они не берут никакую ответственность за свои действия. Жертва привлекает к себе спасателя, который мечтает якобы спасти ее, а также преследователя, которым он будет легко манипулировать жертвой. Давайте посмотрим, как работает этот треугольник на примере наших героев. Начнем с самого очевидного. Белла играет в этом любовном треугольнике роль жертвы. Она пассивна, беспомощна, спокойно идет за Эдвардом или за Джейкобом в зависимости от ситуации. Она хрупкая и нуждается в помощи всегда и во всем. Она готова пожертвовать собой и умереть ради своего абьюзера. Помните тот момент в Новолунии, когда Белла решила пожертвовать собой ради Эдварда, который на тот момент бросил ее и оставил одну? Это и есть проявление жертвенности и зависимости от партнера. Белла ничем не выделяется как личность. Мы не знаем о ее увлечениях, а лишь является отражением своего партнера. Как типичная жертва, она вечно ставит свою жизнь под угрозу, думая, что она ничего не может решить. И пример этого поведения мы видим во втором фильме саги. Но главным доказательством ее жертвенности стало то, что она, как и полагается жертве, очень долго не может сделать главный выбор, с кем ей быть – Эдвардом или Джейкобом. Агрессор или главный абьюзер в этом фильме – это, конечно, Эдвард. Он пытается полностью контролировать жизнь Беллы, не разрешает ей принимать самостоятельные решения и никуда ее не отпускает, якобы оберегая. Помните, как он с трудом отпускал Беллу встретиться с Джейкобом? При этом она все равно должна была соблюдать ряд условий во время их встречи. Он не считается с ее мнением и решает все за них двоих. Но в итоге складывается идеальная пара – Эдвард, которому надо все и всех контролировать, и Белла, которая только и ждет того, кто будет ей управлять и принимать решения. И третий герой нашего треугольника – это Джейкоб, который является спасателем. Его задача в этой истории – спасти жертву, то есть Беллу, от абьюзера в лице Эдварда. Может показаться, что он искренне хочет помочь ей оградить ее от чего-то плохого. Но если присмотреться, то он преследует абсолютно другие интересы. Он просто хочет заполучить Беллу. У Джейкоба нет искреннего желания помочь ей справиться с позицией жертвы, в которой она находится. Ведь он очень хорошо пользуется ее беспомощностью, так как в этом случае он может полностью соответствовать позиции спасателя. Теоретически, из них также могла выйти отличная пара с созависимыми отношениями. Разобравшись с треугольником Карпмана, давайте взглянем на отношения Беллы и Эдварда. Если мы их проанализируем, то заметим, что они далеки от здорового, и их можно назвать абьюзивными. Как это проявляется? Во-первых, ревность. Эдвард постоянно ревнует Беллу к Джейкобу. Может показаться, что это оправдано, так как Джейкоб в любой удобный момент стремится завоевать симпатию подруги. Но отношения двух людей должны основываться на доверии партнеров. Ревность – это лишь симптом проблем в отношениях. Второе – это контроль. Со стороны Эдварда мы видим постоянный контроль над Беллой. Он всегда рядом, не дает ей дойти ни на шаг, забирается к ней в комнату, когда она спит, или не ожидает этого. Залезал к ней в машину с расспросами, куда и зачем она едет. Помните, как Белла собираюсь в резервацию к Джейкобу? А Эдвард сломал ей машину, лишь бы она никуда не поехала, оправдывая это тем, что ехать туда небезопасно. Это является ярким примером его абьюзивности, ведь он не дает Белле проявить свои желания и нарушает все ее планы. Третье – это преследование. Эдвард чувствует необходимость контролировать жизнь Беллы. Иногда это даже оправдано, например, когда он спасает ее от бандитов на улице. И часто это переходит все грани, и Эдвард словно ее тень всюду преследует Беллу. Четвертое – это эмоциональные качели. Самое яркое проявление абьюзивности в их отношениях – это нестабильное отношение Эдварда. Он то рядом, то отталкивает ее. И это продолжается на протяжении первых двух фильмов. Более того, когда чувства Беллы стали сильнее, Эдвард и вовсе решает бросить ее. На протяжении всех частей Эдвард постоянно говорит Белле о том, что им лучше не быть вместе, что он опасен. Но, безусловно, Белла не может осознать этого и хочет лишь одного – быть с ним вечным. А теперь представьте, что это не вампир, а обычный парень. Тогда все его высказывания начинают играть совершенно иными красками. Более того, Эдвард отказывается брать на себя ответственность. Это проявляется в нежелании сделать Беллу вампиром. Переведя это на язык обычных отношений, можно сказать, что это равноценно с серьезным отношением или браком. Ведь только при условиях того, что Белла станет вампиром, они могли бы быть вместе вечно. Но Эдвард до последнего не хочет этого и соглашается на ее обращение только из-за экстренной ситуации. Конечно же, сумерки – это вымысел и фэнтези. Но если посмотреть на эту историю с другой стороны, то мы увидим линию, романтизирующую абьюзивные отношения, которая тянется через все части. В зрелом возрасте эта история воспринимается с нами как нечто ненормальное и фантастическое. И мы делаем поправку на то, что это фантазия о сверхъестественном. Но кто-то воспринимает такой тип отношений как нормальный и даже романтичный. В наше время нормализация абьюза активно критикуется. И на примере Эдварда и Белла мы увидели, какую неприятную правду мы можем видеть за красивыми отношениями обычной девушки и вампира.